ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Зеленая зона. А сейчас благоустроить эту зеленую зону, это уже дополнительная какая-то краса к городу. Около сервиза будет больше сервиса. На мотоцикле езда имеет свои особенности, поэтому нужно быть как можно более аккуратным, внимательным. Транспорт повышенного риска должен быть безопасным. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 631 сообщение. Чрезвычайная обстановка без осложнений. Такие вот серьезные заболевания, как дифтерия, кори и так далее, полиамилит, обязательно необходимо проводить профилактические прививки. В Европе участились случаи заболевания корью. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Парковая зона в 4-м микрорайоне, как общественная территория, входила в голосование по проекту «Комфортная городская среда». Она не набрала самый большой процент, но собрала достаточно голосов, чтобы уже в этом году в роще начались работы по реконструкции и благоустройству. Мы расскажем вам, как в скором времени будет выглядеть эта территория. Роща между храмом Стефана Великопермского и Дворцом молодежи, расположенной рядом с детским городком, находится практически в центре города. Любимое место для прогулок с детьми в любое время года. А между тем, каждую весну оно превращалось в затопленное болото. Десногорцы неоднократно делали замечание, что негде обогреться, попить чаю и угостить ребенка сладостями. Год назад в парковой зоне открылось маленькое уютное кафе. Оно сразу полюбилось горожанам. Кафе здесь сделано, это вполне нам нравится. И мы можем зайти, вот даже вот этот малыш, он уже знает, что там можно пирожок купить, чай попить. И детки с удовольствием, да и мы сами взрослые здесь. Сейчас в парке полным ходом идут работы по благоустройству. Эти работы уже у нас назревали очень давно. Ввиду того, что сам парк находился в очень плачевном состоянии. Это было заболоченное место, на котором деревья, которые находились, они уже загнивали, не справлялись с своей функцией. Ну, соответственно, потихонечку они себя выживали. Во время сильных ливней, дождей и ветра. То есть деревья падали, тем самым представляли опасность. Теперь мы на этой территории эти деревья убрали. И дальнейшим этапом у нас будет высадка на этой территории. Мы планируем высадить вязы, клёны, липы и другие декоративные деревья, включая туи, ели колючие и некоторые виды живой изгороди. На данном этапе проводятся работы по планировке территории этого участка. Будет проведен водоотвод, то есть грунтовые воды будут отведены в ливневую канализацию. Тем самым будет улучшена экологическая ситуация на этой территории. Планируется здесь осуществить сеть дорожек построить из тротуарной плитки с зонами отдыха, с лавочками, с урнами. Вот эта территория, которой уже здесь играют дети, она будет более расширена, дополнена всякими интересными малыми формами. Жители города с интересом знакомятся с проектом благоустройства и находят, что территория парковой зоны давно требовала особого внимания. И после выполнения работ по реконструкции станет продолжением зоны отдыха. Благородное дело ваше, которое здесь в Десногорске делается, это на благо нашего общества вообще-то. И, кстати, как бы то ни было, зеленая зона, а сейчас благоустроить эту зеленую зону, это уже дополнительная какая-то краса к городу будет. Это великолепно вообще-то. Если вот так вот сделают, я думаю, это будет хорошо для детишек и для нас, и для жителей. Строительные работы по реконструкции парка планируется закончить в этом году, а деревья высадят в следующем, когда подготовят основу на грунте. Минфин предложил ввести в Россию экологический налог. Плательщиками налога предлагается признать организации граждан, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб экологии. Исключение будет сделано для твердых коммунальных отходов, но только в том случае, если это единственные отходы, создаваемые компаниями или гражданами. В противном случае платить придется операторам, работающим с отходами. Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаются для каждого вредного вещества в отдельности. С 13 по 22 августа в Десногорске проходит профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В нашем городе этот вид транспорта очень популярен. Почему мотоциклистам нужно быть особенно внимательными на дорогах – об этом в нашем следующем сюжете. Мототранспорт, в отличие от автомобиля, имеет другую специфику движения. Повышенная маневренность, меньшие габариты и неосторожность водителей мопедов, скутеров и мотоциклов чаще всего приводят к возникновению аварийно опасных ситуаций на дорогах. Нередко водители мототранспорта сознательно нарушают правила дорожного движения, рискуя собственной жизнью и жизнью пассажиров. Лихачат, опасно маневрируют на дороге, выезжают на встречную полосу, ездят без обязательной экипировки. По Смоленской области аварии с участием двухколесного транспорта нередки. Десногорск выделяется на фоне обстановки в регионе. В нашем городе нет мотогонщиков. В основном все владельцы железных коней ведут себя на дорогах корректно. В нашем городе на данный момент с мотоциклистами это стабилизировалось. Все соблюдают правила дорожного движения. Все ездят в мотошлемах, соблюдают скоростной режим. В ночное время себя ведут спокойно, адекватно. Практически никто не нарушает правила дорожного движения. В этом у нас уже благоприятно сложилась обстановка. Десногорский мотоклуб «Сталкер» активно взаимодействует с госавтоинспекцией. Регулярно совместно обсуждают вопросы условий безопасности движения на дорогах города и помогают в решении проблем. Участники клуба считают, что быть байкером – это не только образ жизни, но и большая ответственность. Правила дорожного движения соблюдать нужно на всех транспортных средствах, не обязательно на мотоцикле. На мотоцикле езда имеет свои особенности, поэтому нужно быть как можно более аккуратным, внимательным, стараться не нарушать скоростной режим, особенно рассчитывать и смотреть по сторонам. Байкеры – это не гонщики на мотоциклах. Мы интересуемся байкерским движением, участвуем в нем. Это нечто иное, чем гонки на мотоциклах. Это стиль жизни. Мы получаем удовольствие от езды на мотоциклах, от путешествий, от туризма. Мы пропагандируем это и стараемся вовлекать это в массы. Ну а гонщики на мотоциклах мы по возможности и пресекаем это тоже в городе, когда видим подобное происходило. Мы заинтересованы, чтобы в нашем городе было тихо и спокойно. Такие мероприятия носят не только профилактические, но и воспитательные цели. Чтобы научить всех участников дорожного движения взаимному уважению и осторожности на дорогах. Житель Десногорска на ночь припарковал отечественную легковушку у магазина, а с утра обнаружил, что она пропала. Полицейские с помощью записи из камер видеонаблюдения установили, что авто находится на территории одного из гаражных оперативов. По подорожению в угоне был задержан 18-летний местный житель. Выяснилось, что он подговорил 17-летнего приятеля угнать машину, а затем продать ее и разделить деньги. Молодые люди проникли в автомобиль через незапертый багажник. При помощи машины, принадлежащей подозреваемому, они отбуксировали похищенное транспортное средство на территорию ГСК, где оно и было обнаружено. В отношении 18-летнего парня возбудили уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, кража и вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Ему грозит до пяти лет колонии. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказала заместитель начальника управления ГОЧС по Десногорску Надежда Чувашова. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ по вскрытию дверей три раза, по ликвидации дорожно-транспортного происшествия и помощь скорой по одному выезду. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 631 сообщение, из них 236 ложные. Поступило 12 просьб от населения, из них отработано 9, переадресовано 3. Заброшенные земли Смоленщины выявят беспилотники. В регионе стартовал тестовый проект Минсельхоза. Для проведения научно-исследовательских работ выехали специалисты из Государственного университета землеустройства с уникальной техникой. Вместе с разработчиками дронов они будут работать в трех поселениях – Касплянском, Девасовском и Новосельском. Их задача – установить причину неиспользования территорий сельхозназначения. Кроме того, необходимо рассчитать и финансовые затраты на возвращение в активный оборот поросших кустарникам и лесам земель. Работать над сбором информации в полях специалисты закончат в августе, а затем начнется ее обработка в университете. Проект по инвентаризации заброшенных сельхозземель рассчитан до конца 2018 года. Если опыт будет удачным, и Смоленской области он будет передан другим регионам страны. Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание. Вирус передается воздушно-капельным путем. В европейских странах участились случаи заболевания корью. Чаще всего от нее страдают дети, но и взрослые тоже не исключение из группы риска. Как обезопасить себя и своих детей, нам рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления номер 135 Федерального медико-биологического агентства России Владимир Пономаренко. Основные симптомы кори – температура выше 40 градусов, воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь на теле и интоксикация всего организма. Врачи напоминают – иммунизация – самый надежный и безопасный способ профилактики опасных инфекционных заболеваний. Такие вот серьезные заболевания, как дифтерия, кори и так далее, полиэмилит, обязательно необходимо проводить профилактические прививки. Бывают случаи, когда имеются временные показания, но при отсутствии вот этих вот показаний обязательно выбрать окошечко какое-то, чтобы привить ребенка. Самое большое число случаев заболевания кори в Румынии, в Италии и на Украине, в Смоленской области, в том числе и в Десногорске, в этом году случаев заражения не зарегистрировано. В России по национальному календарю прививки от кори проводятся у детей в один год и в шесть лет. Взрослые также могут сделать прививку, если ранее они не болели и не прививались. На объектах ФМБА России заболевания кори не регистрируются, благодаря большому охвату населения прививками против кори. На сегодняшний день в национальном календаре России 13 обязательных прививок. Современная медицина не имеет пока более эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация. Родители, которые отказываются от прививок, лишают защиты не только своих детей, но и подвергают опасности здоровья других малышей, а также способствуют распространению инфекции. А теперь коротко о погоде. 17 августа в Десногорске будет малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 15. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok